МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Только всё ж в селении русском старожилы говорят, что как только синим цветом лён над речкой зацветёт, к нам красавица Рогнеда обязательно придёт. Рогнеда – княгиня, первая жена киевского князя Владимира. Именно с этим именем историки связывают название древнего села. А почему, нам расскажут летописи. За попытку убить своего мужа Рогнеду сослали в эти края. За что же, спросим мы, Рогнеда пошла на такой поступок? Князь Владимир, укрепившись в Киеве после победы над братьями Олегом и Ярополком, набрал себе много жён. Рогнеда отошла на второй план. Княгиня не снесла унижений и решила отомстить. Когда Владимир уснул в её опочивальне, Рогнеда занесла над ним нож. Но князь проснулся и успел схватить жену за руку. В итоге, смилостившись, не казнил забытую подругу, а сослал. Так в двух километрах от Рогнедина появилось село Княгинино, где якобы находилось поместье княжны. В старину Рогнедина, известное на Руси село, через него проходили важные торговые пути. В самом Рогнедине устраивались богатые, весёлые ярмарки. Всё, чем полна округа, продавалось здесь. Подворы с сольном, пенька, мёд, сало, кожи, конопляное масло, изделия местных ремесленников. Рогнединский район, как муниципальное образование, образован в марте 1972 года. Расположен на севере Брянской области, граничит с Дядьковским, Жуковским, Дубровским районами Брянской области, Рословским районом Смоленской области, Куйбышевским районом Калужской области. Рогнедина занимает площадь чуть больше тысячи квадратных километров. Ещё недавно численность населения составляла 9860 человек. Сейчас эта цифра намного печальнее. Всего-то 2500 человек сейчас наберётся в целом районе. Львиная доля экономики района – это сельское хозяйство. Большие площади занял агрохолдинг «Мираторг». Крупнейший в России агропромышленный комплекс. Заготавливает на Рогнединских землях стены, пасёт скот, строит ангары и дороги, даёт рабочие места. Есть несколько колхозов. Были они в упадке, пока не пришли к делу инвесторы. На этих землях сейчас работает ООО «Дубровская». Пошло дело, не ангары строятся, и техника закупается. А когда работа есть, и люди возвращаются к родной земле. Закупается техника, закупается зерновой комбайн, закупили трактор МТЗ-82, закупили высокопродуктивных, высокопродуктивных коров закупили по продуктивности. Ну и потихоньку работаем, сеем, убираем, дуем молочко. В 2015 году это было убыточное предприятие. А сейчас хозяйство не просто подняли, в планах даже расширение. Делается реконструкция фермы, вот по Лутовиновке сделана, сделан молокопровод, закуплены сюда коровки. И теперь в Яблоне делается реконструкция кровли на ферме, закуплены тоже коровы, новые, высокодойные. И построен новый ангар под зерно, у которого были проблемы. И самое главное, идет финансирование, заработная плата выплачивается вовремя и неплохая. В планах построить еще один коровник на 400 голов. Увеличению поголовья ничего не мешает. Корма вдоволь, его производят здесь же. Все выращивается на своих полях. Рогнедина славится одеждой из льна. Местные умелицы хранят традиции своих предков. Увидеть редкие вещи из льна, технологию изготовления, и селяне, и гости Рогнедина могут на крупных сельских праздниках. Таких, например, как День поселка. Здесь представлены подворья, где полностью можно увидеть все производство. Именно так это делали 100, 200, 300 лет назад. Сажали льон, сеяли его. Потом его брали вручную. Потом снопы оббивали. Вот она оббивает сноп. Это головки оббиваются. Оббиваются головки. Потом его расстилают по полю. Оно лежит, становится вот так, почти до черноты. Вот эта мялка. Ложили сюда на мялку, вот на эту вот. И пошли ее. Потом ее оббивали. Отбивали. Потом она становится вот такой вот. Видите? Отбивается, она уже становится вот волокном. В общем, процесс долгий и тяжелый. Несколько месяцев пройдет, пока получившиеся нитки попадут вот на такую прялку. После чего и получится ткань. Вот такую рубашку можно было создавать год, чтобы носить потом всю жизнь. Пожалуй, люди. Главное богатство Рогнедина. Славилось село мастерами и умельцами. Мужчины прекрасно владели плотницким искусством. Их даже приглашали на работу в Москву. Но и сегодня встречаются на Рогнединской земле рукодельцы, известные на всю область. Николай Михайлович работает в местной школе искусств. Учит рогнединских ребят рисованию. Несколько лет назад заинтересовался подделками из глины. Теперь это часть его жизни. Сама глина, она как бы впитывает в себя всю энергию человека, который делает из нее что-то. И передает, я бы сказал, может быть, то, что сделано. Как вообще это было? Ну, этот процесс был долгий, например. Я даже не предполагал, что я буду лепить и заниматься вот этим делом. Ну, как бы, серьезно я три года занимаюсь этим. Учился делать такие свистульки Николай Михайлович сам путем проб и ошибок. Есть, конечно, пособия по такому рукоделию, но мастер работает душой, а она лучше знает, какой должна получиться игрушка. Этому и учит в школе искусств мастер своих учеников. Если сам ребенок не захочет, не проявит интерес, такую вещь он и не сделает. Без желания ничего не будет. Просто так захотеть нельзя. Без желания. Ну, человек, который захотел, он и должен. Понимаете, что вот финансовое положение здесь ни при чем. Это образ жизни такой. Потому что лепить для меня – это как бы дышать. Ну, то есть жить этим нужно. Глиняная свистулька – древнейшая славянская игрушка. А вообще, появилась она в 8 веке до нашей эры. В Николае Ишутино много игрушек в форме птиц. И сейчас, кстати, мы делаем птицу. Эта форма считается самой древней. Это была и игрушка, и магический символ. Если взять по поверьему, древние славяне свистом изгоняли злых духов из своих жилищ. Вот это самое главное. Глина – она такой материал, который впитывает все. Всю энергию. А потом отдает. Ну, иногда вот бывает так, что волнуешься, все делаешь правильно, а игрушка не получается звук. Бывает такое. Ну, вот я бы сказал, вот такая вот булванка уже готова. Более того, она уже звучит. Вообще, тематика игрушек Николая Ишутина разнообразна. Здесь и религия, и животные, и новогодние игрушки, и сказочные персонажи. К примеру, снеговик. Сделали его летом, в знойную жару, когда ненадолго захотелось перенестись в заснеженную зиму. Представьте себе, зима, вьюга, метель. Тут завывания различные. Мастерская Николая Ишутина увешана картинами. Это не просто полотна. Это история родного края, Рогнеденского района. Пишу природу, то есть то, что меня окружает. Тот мир, который давно, наверное, может, ушел. Особенно деревня Литовня, тут Козинки, Воронова, все эти деревни. Например, есть вот работа там, в которой их уже нет. Деревня Павловская, например, Жукова. Этих деревень уже нет, они исчезли с карты. Зато в картинах Николая Ишутина они останутся еще надолго. Есть в коллекции художника и портреты. История, пропущенная через людей. Рогнедена хранит свои традиции. О них расскажет нам древняя школа в деревне Тюнино. Работает она и по сей день. Носит в школу имя своего земляка, известного писателя Николая Рыленкова. В нашей школе есть замечательный экспонат. Это парта, за которой учился Николай Рыленков. Каждый год в нашей школе 1 сентября существует замечательная традиция. Каждый первоклассник имеет возможность посидеть за этой партой, стать рыленковцем. Может быть, родиться снова проще, выйти в мир широкий, как зря, чем забыть вас. Тюнинские рощи в золотом сечении сентября. Сами стены школы пропитаны запахом истории. Здесь в музее одежда начала 20 века, домашняя утварь, фотографии и газеты прошлых лет. Сколько стихов Николай Рыленков посвятил родному краю, быту начала прошлого века? Тюнинская школа сыграла в жизни Николая Ивановича Рыленкова не меньшую роль, чем его родная деревня Ломня. Именно в Тюнинской школе, бытность его учебы, выпускался литературный журнал рукописный, и Николай Рыленков тоже пробовал свои первые стихи именно в этом журнале. Речь идет о журнале «Искорки». В школе он издается до сих пор. В поселке Рогнедино есть и детский сад. Открыли его 30 лет назад, который обеспечивает местами малышей всего поселка и не только. В нашем районе в этом году вот такая традиция появилась. Привозят детей из разных поселков. Например, из Пацини, это 90 километров от Рогнедино, соснов. Это нам приятно. Очереди у нас нет в детский сад. Мы все удовлетворили заявление. Сегодня в саду 120 детей, 6 возрастных групп. На выпуск в первый класс готовятся 26 человек. Рогнедино ценит и хранит свою историю. Селяне еще долго будут помнить страшные годы Великой Отечественной войны. Какие жестокие бои шли на территории района. Сейчас активную работу по увековечиванию памяти павших воинов проводят поисковые отряды. Останки погибших захоранивают со всеми почестями. Мы собрались здесь, чтобы отдать дань памяти 22 ребятам, которые исполнили свой гражданский долг. Защитили нашу страну, отдав свою жизнь. Сейчас в Рогнедино всем миром восстанавливается храм. Это наши корни, наша память. Места здесь намоленные, говорит священник прихода Рогнединского храма. Каменная церковь была построена в середине 19 века. До этого стояло много деревянных. В советское время этот храм, как и многие другие по стране, были уничтожены. Сейчас прихожане молятся в небольшой церквушке рядом с руинами. Место, конечно, святое, потому как в маленьком, небольшом Рогнединском районе было более 30 храмов, а с часовнями около 70. Ну и вот вследствие разрушения, конечно, святынь в свое время, в 30-х годах, осталось тут единственное строение, которое, конечно, для нас очень дорого. В этом же храме был предел во имя мучеников Лоры и Лавры, который у нас сейчас маленький, мы в нем молимся. А большой, конечно, пытаемся восстановить, потому что очень надо большие объемы денег и средств, конечно, просим помощи от всех. Ну и вот, потому как храм дивный, можно сказать, что храм в храме, как наживает наш уважаемый архитектор епархиальный, он говорит, храм в храме, потому как была реконструкция в 1889 году, его расширяли по числу людей, прихожан, да, не умещались, расширяли. Храм имеет два уровня. Есть подземное помещение, предназначение которого до конца не ясно. По одной из версий, это усыпальница для священников. Сейчас оно засыпано, как говорится, от греха подальше. Прихожане мечтают, чтобы храм реконструировали в течение двух лет, как раз круглой дате, 90 лет с момента, когда храм был закрыт. А эта икона заняла бы свое историческое место. Образ святителя Алексия Московского чудотворца подарил Рогнедельскому приходу сам патриарх Кирилл. Икона исполнена в точности, как икона разрушенного и разграбленного некогда храма. Тот же размер, то же написание. В нее даже вложена частица одежды святого Алексия Московского. Весело рогнеденцы отмечают праздники. И 9 мая, и Новый год, и, конечно же, День поселка. Тогда разворачивается настоящее гуляние. Здесь и развлечение для детей, и праздник для взрослых. Праздничное есть, конечно, настроение. Мы рады, сегодня гуляем с доченькой. Пришли на День поселка отдохнуть, детки отдохнут. Праздник хороший, весело, хорошо. Очень много батутов. Мы все встречаемся, одеваемся, видим друг друга. А так каждый занят своей работой каждый день. За полями, за холмами окружен со всех сторон знаменитыми лесами. Мой Рогнеденский район. Пусть и мал поселок, пусть многие ищут счастье в крупных городах, но не забывают свою маленькую родину. Это то место, где родился, провел детство, где каждое дерево, каждый кустик, каждая речушка, как маленькая любовь к большой родине.